Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы читаем книгу премудрости Иисуса Сына Серахова, вникая в смысл написанных слов. Глава пятая. Не полагайся на имущества твои и не говори, станет на жизнь мою. Узнаем в этих словах указание пророческое на грядущую притчу Иисуса Христа, который хозяину уродившейся Нивы и большого урожая, положившего его в новые просторные житницы в помысле своем. Глаз Господень говорит, безумец, в эту ночь душу твою истяжет от тебя. И все, что ты заготовил, надеясь отдыхать и почивать на долгие времена, кому достанет? Так бывает с тем, кто не в Бога богатеет, а себе собирает имение. Надеется на имущество свое неблагонадежно. И вор расхищает, и тля тлит, и ржавчина пожирает, и нету надежности в богатстве человеческом. А самое опасное даже не это, а то, что преданное серебролюбию сердце не может быть предано Господу. Не можете служить, говорит Господь Иисус Христос, Богу и мамоне. Не следуй влечению души твоей и крепости твоей, чтобы ходить в похотях сердца твоего, и не говори, кто властен в делах моих. Апостол Павел напоминает, вы не свои, вы куплены дорогой ценой, бесценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. Вы призваны быть храмами Духа Святого, поэтому вы не вправе и своими телами распоряжаться так, как захотите. Ибо предупреждает апостол, кто растлит храм Божий, а вы-то и есть храм Божий, растлит того Бог. Что это значит? Это значит, предаст тлению, предаст всякому разрушению. Ибо Господь непременно отмстит за дерзость твою. Не говори, я грешил, и что мне было. Это самонадеянность пуста, Бог долго терпит, но больно бьет. Ибо Господь долго терпелив. При мысли об умилостивлении не будь бесстрашен, чтобы прилагать грехи ко грехам, и не говори, милосердие его велико, он простит множество грехов моих. Опытные христиане уже прилагают часто к своей исповеди слова. Грешил так-то и так-то в надежде на прощение, рассчитывая, что тогда-то и тогда-то подойду к духовнику и получу прощение. Очевидно, что замечает человек за собой то лукавство, то раздвоение сердца, а не только языка, которое является признаком вероотступничества. Как и называет преподобный Исаак Сирин, есть много в людях тайных знаков отречения от Христа, хотя и, по видимости, продолжает он носить крест на груди своей. Вот это намерение воспользоваться милостью Божьей к своему вреду собственному, укореняясь в грехах и свойственно душе неверной. Ибо милосердие и гнев у него, и на грешниках пребывает ярость его. Немедли обратиться к Господу и не откладывай со дня на день, ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения. Мы видим, сколько несчастных обстоятельств и завершения земной жизни в самых печальных и греховных состояниях людей. И нельзя сказать, что Господь недолготерпелив, но тогда, когда истощается Его долготерпение, Бог знает по своему божественному всеведению о том, что продолжение земной жизни для этого умирающего в грехах так и не покаявшегося человека было бы еще худшим для него приобретением еще большего гнева Божьего и вечного осуждения. «Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения». Неправедное имущество – это то, что было приобретено ложью, воровством, то, над чем не потрудился человек, а что стяжал обманом и с нарушением заповедей Божьих. Для Господа все бывает явно, и ничего тайного для него не остается. И если о людям неведомо, то Богу нет ничего неведомого, и нет никакого основательного и спокойного состояния не только у нечестно нажитого имения, но более всего у той души, которая возложила на него, на это нечестно приобретенное имение, свое упование. Она пуста от Божьей благодати. «Не вей при всяком ветре, и не ходи всякую стезею. Таков двоязычный грешник. Не подчиняйся окружающим тебя стихиям». Некоторые говорят, молодежь сейчас так переменчива, и мы должны не отставать от нее, переменяться вместе с нею, чтобы ей угодить. Это неправильно. Не всякому ветру поддавайся, но соображай. И молодежь обучай, когда стоит уклоняться, а от каких ветров стоит беречься. Будь тверд в своем убеждении. Убеждение — это наше произволение. Веровать Богу и Его заповедям. «И одно, да будет твое слово, как говорит Господь, ей-ей, ни-ни. А что кроме этого, то от лукавого. Будь скорг слушанью и обдуманно давай ответ. Не торопись со словами, но будь очень внимателен к тому, что говорится при тебе и к тебе обращается. Если имеешь знания, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих». Этот знак, который иногда мы видим на иконах святого апостола Венгриста Иоанна Богослова, означает тайну, которой он был приобщен в тех откровениях чудных, открытых, явленных ему Господом. Ну, а для нас умение положить руку на уста свои есть благоразумный навык молчания, в котором мы уберегаемся от многих грехов, бывающих от распущенного и неосновательного языка, от гнилого слова, из уст наших исходящего. «В речах слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему». Многое прекрасно об этом выразился в своем соборном послании святой апостол Ияков. «Не прослыви наушникам и не коварству языком твоим, ибо на варе стыд, а на двоязычном злое порицание. Не будь неразумным ни в большом, ни в малом, ни в многих речах твоих, ни в кратких замечаниях, все взвешивай и сознавай, что и за малое слово, сказанное из сердца страстного и нечистого, даст человек ответ в день суда».